Господь придет за невестой до Антихриста, или тут по-другому, считаете ли вы, что восхищение церкви произойдет до великой скорби или же в пришествии Господа? Сложный, но важный вопрос. Ну, друзья, я так понимаю, что это такой вопрос, на который вот так обстоятельно ответить невозможно за пару минут. Знаете, поэтому я не хочу, чтобы как-то, знаете, прозвучало что-то голосновное. Я думаю, что, может быть, правильнее было бы, ну, иметь, может быть, когда-то время отдельное даже как-то поговорить на эту тему, кто имеет такое желание. Но я хочу вам очень коротко, просто, знаете, не как бы вот отвечать что-то какими-то своими словами, но прочитать вам несколько мест Священного Писания. Вот посмотрите, я уже упоминал сегодня 2 Фессалоникийцам 2 глава с 1 стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Это о чем идет речь? О взятии церкви, не так ли? Наше собрание – это что? Взятие церкви. О пришествии Господа. А теперь стоит вопрос, что будет вначале? Пришествия Господа и наше собрание к Нему? Или будет наше собрание к Нему, а потом пришествия Господа? Здесь написано, молим вас, братья, о пришествии Господа и нашим собрания к Нему. Не наоборот стоит. Но теперь более того, Он говорит, не спешите колебаться умом, не смущаться ни от Духа, ни от Слова, будет по нами посланного. Не обольстит вас никто и никак. Он говорит, день тот, Он это соединяет в один день. Не придет, доколе не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся, превозначающий. Выше всего называемым Богом или святыней, так что в храме. И Он говорит, что, вы знаете, я об этом говорил, говорит, тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Насколько ясно, куда яснее апостол Павел говорит, что пришествие Господа и наше собрание не произойдет до тех пор, пока не откроется человек греха, которого Господь истребит явлением своим. По-другому можно это место истолковать? Никак не истолкуешь. Явно говорит о том, что пришествие Господа, наше собрание, это будет в один день, и это будет тогда, когда уже Антихрист пробудет свое время, и Господь придет, чтобы истребить его. Посмотрите дальше, когда мы читаем послание, вернее, слова Иисуса Христа, Матфея 24 глава, я не хочу читать сейчас всю эту главу, да, но он говорит так. «Ибо тогда, 21 стих, будет великая скорбь, какое не было от начала мира до ныне, и если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». А это кто? Избранные. И теперь посмотрите. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, восстанут лжехристы, лжепророки, да, откровения нам тоже это показывают, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, кого? Избранных. Это кто? Теперь посмотрите дальше. Вот я наперед сказал вам, итак, если скажет вам, он в пустыне, не выходите, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого, тогда восплачут все племена и пошлет ангелов своих с трубою гламограсную и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. Как-то по-другому что-то можно понять здесь? По-моему, здесь настолько, да? Я бы мог вам приводить места за местом, да, вот которые вот в любом взять вот послании там, да, или в Евангелии, где Господь говорит, в последний день я воскрешу и так дальше. Но я бы хотел, знаете, еще тоже очень коротко обратить внимание, когда вы приходите в Откровение, да, то практически вот уже начинаются все эти события и так далее. Вот посмотрите, например, шестую главу сегодня мы упоминали, да, когда он снял пятую печать, увидел я под жертвенником души убиенных за слово Божие, они возопили громким голосом, да, коли владыка, святой и истинный, не судишь мстиц, и даны были каждому из них, одиннадцатый стих, одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время. Это уже снимается пятая печать, чтобы мы понимали, это уже события Откровения, да, и вот им сказано, чтобы они успокоились на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. А это кто? Уже события Откровения идет, да? Мы с вами, я бы мог читать практически в каждой главе, нам говорится, но я еще вам буквально пару мест. Посмотрите, в тринадцатой главе, это уже Антихрист, последние три с половиной года он берет свое место и написано в седьмой стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». А это кто? А теперь посмотрите, еще возьмем, например, четырнадцатую главу, да, мы здесь видим, что вот эти три ангела, которые возвещают о наступлении судов Божьих, да, и посмотрите, двенадцатый стих. Мы часто читаем это на похоронах, но реально это относится к этому времени, здесь гибели. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне, то есть с вот этого момента, блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И посмотрите, еще одно буквально место, да, «и рассверепел дракон на жену. И пошел, чтобы вступиться в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисусова». А это кто? Поэтому, друзья, я так хочу сказать, я с полной уверенностью на основании Писания могу вам сейчас проходить сотни текстов, которые говорят только об одном. Пришествие Господа и наше собрание будет в один день, это будет в конце всего. И Церковь будет видеть все проходящие эти события. Но бояться нам этого не надо, абсолютно. Господь будет, да, нам написано там вместо, да, что даже тот, кто даст вот чашу холодной воды во имя пророка, да, Господь будет ходить, хотя мы видим. Знаете, вот эти все события, что будет происходить как наказание, нас они касаться не будут. Никакая там саранча, ничего, да, мы можем читать, Писание конкретно говорит, что этого не будет, да. Но что будет? Гонение на верующих будет. Будет и Господь, говорит, ненавидимый всеми народами. Дана ему власть вести брань со святыми и победить их. Даниила мы читаем, да, он говорит, когда будет конец всем этим событиям? И он ему отвечает, при совершенном низложении сил народа святого это совершится. Гонение будут. Будут предавать брат брата, родители детей, дети родителей и так дальше. В церквах это будет происходить, да. Мы будем проходить определенные трудности, и потому Писание говорит, кто будет сберегать душу свою, тот потеряет ее. А кто, говорит, потеряет ради меня, тот, говорит, действительно приобретет ее. Но я вам хочу сказать, друзья, нечто другое. Если еще Господь не придет некоторое время, да, мы все здесь сидящие, я могу сказать со стопроцентной уверенностью, мы умрем. Кто как, кто на коечке, кто в аварии, кто еще что-то, да, мы все умрем. Мы умрем верующими в Господи, но умрем. Но будут те люди, которые умрут, но очень удивительным образом. За имя Господа Иисуса. Вы можете себе представить, какая это честь. И так все умрем. Но кого-то Бог удостоит, вот то, что мы читаем, такой высоты, когда они будут иметь невероятно что-то высокое на небесах. Те, которые не возлюбили жизнь свою даже до смерти. Они получат такую награду, как Стефан умирал, и Иисус встал со своего престола. Разве нам этого надо бояться? Да, друзья, братья и сестры, вот я вам скажу правду, как есть. Я только мечтаю об этом. Это же такая честь. Вот умереть за имя Господа. У меня с моим сыном был удивительный разговор. Как-то мы сидели, разговаривали, и такой был, знаете, очень теплый такой разговор. Вот о Слове Божьем, о смысле жизни, все. И я поворачиваюсь, он у меня один-единственный сын. Я ему говорю, Давид, вот ты очень, он такой смышленый парень, так ему учится, и вот как-то все это. Я ему говорю, Давид, вот как ты думаешь, вот ты у меня единственный сын, и знаешь, как я тебя крепко люблю. Что для меня было бы, вот, ну, как бы таким, ну, приятным вот где-то в сердце, да, услышать, что ты стал президентом в Соединенных Штатах, вот ты родился в Америке, учишься там все, да, или президентом крупной корпорации какой-то, или еще что-то. Или ты за свидетельство Господа где-то в Африке или в Южной Америке был убит. Знаете, он смотрел на меня так, посидел, может быть, минутку, да, и потом у него потекли слезы. Он говорит, пап, я знаю ответ. Я говорю, ну, я хочу от тебя услышать. Он говорит, я, говорит, согласен с тобой. За Христа умереть, это, говорит, намного выше, чем быть кем-то в этом мире. Это так. Это так. Пускай Господь поможет каждому из нас иметь это в своем сердце. Субтитры создавал DimaTorzok